теперь включено 116 ватт лампы и 60 ватт лампы потребления вот такое это на коллекторе качера импульс когда нагрузка побольше тогда кпд побольше же может где-то близок 100 процентов потому что не может выдать выходное напряжение высокое и когда слабая нагрузкой загружаешь эту систему тогда потому что тут она не рассчитана хорошо для 220 потому низкий кпд получается когда нагрузка побольше тогда уже не так сильно входит в этот резонанс этот конденсатор не так все греться начинает сильно и выше кпд но не такой зато большой реактивный ток в этом резонансном контуре чтобы он был еще чтоб был ток полку побольше грелась меньше но выше кпд был нужно просто мотать вот эту обмотку резонансный толще провода но эти три витка 4 это тоже можно толще провода мотать и конденсатор должен хороший быть не греться не чуть-чуть тогда будет при таком же большом токе выходном минус слабой нагрузки высокий кпд вот как я думаю вроде руслан кулабухов что тут необязательно нужно эти все резонанс просто деньги тратить на конденсаторы на провод хороший что лучше прямо подключить к индуктору и но на выходе резонансный конденсатор по есть на просто у горноуха романа рома так сделано поэтому я как бы ему делаю бездиодного вставать прямо на лампу идет обмотки и заземлен индуктора 1 конец ну вроде бы в последних версиях руслан говорит что не надо заземлять индуктор ни в коем случае раньше он говорил что надо первый слой здесь ну что индуктором обязательно на землю вот хотел показать как вот качера на коллекторе целограмму вот транзистор качер тут немножко пляшет бывает что ровно пока вот если я буду лимяшку всувать его чистота качера такая суну лимяшку она поднялась немного потому что видимо индуктивность катушки упала хоть емкость может и повысилась индуктивность сильнее упала так вот нужно немножко подстраивать чистоту качера а если засывать филит чистота будет понижаться конечно вот до одного мегагерца даже но что интересно что начинает каждый второй импульс начинает немножко не отличаться один как бы бывают узкий импульс вот уже второй толще на самом деле в это время открыт транзистор он больше время открыть чем закрыт а если еще диод поставить когда он еще больше время будет открыть чем закрыт я не помню где эти вот просто положу вот если потому что минус уходит на минусы то есть плюс уходит на минусы поэтому через диод мы с него вот такой стороной повесим где вот тут в белая черточка а не белая черточка в той стороне а не вот ну вот так то тогда затвор не получает минусы и и он еще больше увеличивает вот 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 этот феррит от он мешает вот открытое время еще больше увеличивается как бы появляются такие импульсы на коллекторе более выражены но то выброс а открыт из фронта как бы ухудшаются вроде как бы думаю не нужно как бы он не мешает но зато с ним больше конечно потреблять начинает потому что он больше время открыт начинает быть можно усилить немножко мощность на нем не перри не перематывая витки ничего не меня на горячо что удержать нельзя сколько тут ватт на них уходит мы тут тоже не риф то если вы поставите не бы лучше передавали на радиатор сам самый сам кристалл у них меньше обыгрелся а тут как-то не очень этот резистор и горячий а как не который показывает а частота качера еще покажу 117 мегагерц на которые он вдруг вводят у них там какой-то писк есть у них там какой-то писк есть у меня нет никаких писк но качер тут постоянно работают вот частоту могу смысл поменять 1,4 мегагерца вот уже начинается один такой другой такой импульс приподнять катушку могу нужно было тут бумажку надложить чтобы индуктор был бы не на самом низу а то есть не не касался как 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 вот теперь уже вроде бы нет что один такой другой такой импульс но теперь все одинаково может вот из-за того что он касался катушки как раз и было так вот вот